В каком-то виде. Мне всегда это было интересно. Я всегда понимал, что не смогу работать где-то в организации, где-то на кого-то, будучи постоянно в неуверенности по поводу своего будущего. И в принципе всегда была тяга делать что-то новое, находить какие-то новые ниши, придумывать какие-то вещи, какие-то опыты, которых еще нет, и реализовывать их. Реализовывать достаточно сложно, как оказалось. Придумывается легко. Когда начинаешь реализовывать, понимаешь, что твоя картина мира не всегда соответствует тому, что в головах нужно быть людей, как они думают. И очень сложно на самом деле забраться, как они думают. Сегодня буду вам рассказывать, как, собственно, понять, что в головах людей, которые вы собираетесь продавать, как докопаться до истины, и те ошибки, которые я совершил, и хотелось бы, чтобы вы не совершали. Но вы тоже их совершите, скорее всего, лучше. Поэтому я буду несколько раз пытаться вас отговорить их дело. Да. Но ее записи вообще не будет? Ну, это не тренинг. Меня попросили рассказать, да. Я не знаю насчет технических моментов. Будет? Да, вы сейчас записи. Вот. Значит, собственно, немножко расскажу о себе, какой у меня бэкгра, чтобы вы понимали, стоит, почему меня слушать или нет. Ну, сейчас не умеет. Вот я думаю. Значит, после института, ну, работать начал еще в институте, но это была такая подработка в моушн-графике делал. Немного мне позволяло как-то в студенческие годы чуть зарабатывать денег, больше, чем давала стипендия. Потом на пятом курсе я пошел на стажировку в строительную организацию «Жилстрой-1», Харьковская, крупная. И эта стажировка стала работой. Стала работой на три года. Значит, пришел в эту сферу вообще не знания ничего. Погрузился в нее на полгода. Ну, скажем так, повезло то, что пришел по рекомендации вуза, и с нами делились информацией, нас приглашали на собрание. Такого совета директоров, менеджмента, и давали какие-то темы по разработке. В основном давали какие-то вопросы, которые у них не было такой компетенции. В основном организация такая достаточно совковая, то есть про маркетинг они только слышали, они думали, что это просто размещение рекламы в основном. Ну и прочие такие проблемы больших организаций, чей успех сложился какими-то рыночными просто моментами. То есть иногда организация может вырасти до крупных размеров просто потому, что рынок был в нужном состоянии. И эта организация может потом иметь проблемы с продажами и прочим. Хотя казалось бы, они такие огромные, что у них наверняка все очень хорошо. Это оказалось не так. И вот мы там занимались маркетингом, продажами в широком смысле. Мы понимали это от того, что строить, принимали решение, где строить, как строить, какие параметры должны быть в квартире, как это нужно продавать, какая должна быть цена, как она должна меняться в течение года. То есть вот так угрозы великолепности. Я сейчас, ну мы подойдем к тому, почему это было важно для меня, почему вот этот опыт, который я получил, он, как он дальше отразился на том, чем я сейчас занимаюсь. После этого я уволился из этой организации и начал думать на тему того, чтобы делать свою компанию, делать продукт, который я придумал, когда я работал там. Это была идея софтверного продукта для менеджеров отдела продаж. На самом деле больше, чем для менеджеров отдела продаж, компании-застройщика должны были работать с этим на ежедневной основе, то есть как программа для продаж недвижимости. А дальнейшим этапом должна была быть работа менеджмента с данными того, как они работают, сколько бронируется квартир, какие квартиры бронируются, откуда приходят кейсы. Все связано с этим данным аналитика, которое невозможно. На третьем стартап-краш-тесте, да, это именно тот продукт, которым я занимаюсь. Вот. И, значит, начал я думать эту идею. Скажем так, тогда вообще не понимал, как этим начинать заниматься. То есть было какое-то понимание проблем. Я знал проблемы, потому что я в них был погружен. Это очень важный момент, когда вы делаете какой-нибудь B2B. Я, допустим, если мне рассказывают какую-то идею, или меня мой партнер пытается убедить, что нам надо это делать, это стопроцентная тема, я всегда его торможу и сам себя торможу тем, что стоп-стоп-стоп, я ничего об этом не знаю, я в этом процессе не участвую, я не ощущаю его, где там проблемные места. То есть со стороны может казаться что-то логичным, правильным, да, это хорошая вещь, надо этим заниматься. Но вот с Est Office это достаточно выдержанная идея, и она хорошая, потому что я все те мелкие моменты, которые вы не видите, даже если вы посмотрите продукт Est Office, хотя у вас не будет такой возможности, но даже если бы я вам его показал, и вы, допустим, скопировали бы этот продукт так, как вы видели его, вы бы не поняли, почему он такой, какой он есть, что с ним будет происходить дальше, просто потому что у вас нет видения проблем, которые он решает, которые заложены в него, в самую основу, которые не видны вот таким вот взглядом. И тут вот сразу вам расскажу историю моего хорошего товарища, Виталия Гончарюка, который занимается Augmented Pixels. Это очень успешная компания, они начинали с архитектурных визуализаций на iPad, когда ты можешь вокруг дома походить многоэтажно, посмотреть планировки и так далее и тому подобное, и ритейл решения. Ну, такие они делались, по сути, от клиента. У них был конструктор этого всего. И он когда-то рассказал своему знакомому об этой идее или где-то на каком-то мероприятии его знакомый это увидел. И этот знакомый, он встретил его через год, то ли на IDC, то ли еще где-то, с таким же проектом, который был у Виталика на тот момент. И знакомый подошел к нему и говорит, Виталик, а что мне делать дальше? К этому моменту Виталик уже все поменял, он уже продавал это достаточно успешно, не имея виденья, он просто застрял. У него был какой-то продукт, он что-то делал, но он почему-то никому не был нужен. А то, что делал Виталий, в итоге сейчас в радиоскопанию, которая привлекла миллион инвестиций, он уже переехал частично в Штаты, и сейчас они вообще занимаются другой вещью. Они сейчас делают навигацию для дрона, то есть чтобы дроны могли летать в помещение. То есть вот таким вот образом. Значит, и после этого я, можно сказать, первый раз поработал в IT-сфере, это вместе с командой TopTip Photo, Женей Шпика, которого вы все хорошо знаете, мы занимались в PIXIO три года, и вот тут я лучше узнал, как все-таки делать те продукты, которые мне постоянно приходили в голову, и в том числе узнал, как их не делать. То есть был негативный опыт, и о нем вам тоже расскажу, и чтобы вы эти ошибки не совершали. Значит, и естественно, основная цель, это чтобы вы поняли, зачем нужно вообще оценивать рынок, для чего это, что мы с ним, что мы от этого хотим получить, и как это правильно делать. Тема такая, у нас Market Research for Entrepreneurs. Намеренно, не использую слово стартапер, потому что оно некорректное, убивает дух того, чем вы занимаетесь, поэтому вас тоже призывают предпринимательство, предпринимательство, предпринимательство. Собственно, приступим. Длинная вводная получилась, я надеюсь, вы еще не успели заскучать. Значит, собственно, зачем мы все это делаем? Оцениваем рынок, что мы хотим получить? Хочу сразу сказать, что вы оцениваете рынок не для инвесторов. Вы оцениваете рынок для того, чтобы понять, стоит вообще этим заниматься или нет. То, чем вы думаете, очень много времени в день. Скорее всего, если у вас есть какая-то идея, вы очень много ее думаете. Я вообще сторонник того, что если возникла какая-то идея, ее нужно подумать 2-3 дня, максимум неделю. Это может быть очень продуктивное время для того, чтобы набросать, очень сильно продвинуться. Потом ее нужно отложить, тоже желательно на неделю. И посмотреть на нее спустя неделю уже другим взглядом. Если она из Харькова, с которыми я чаще всего сталкивался из Украины, это то, что в эти сферы именно. Что очень легко придумать какой-то продукт и сделать его, в принципе, написать, который будет красивый, с красивым интерфейсом, но которым никто не захочет пользоваться, за который никто не захочет платить. И не дают фреймворк, позволяющий людям как-то, используя шаг 1, 2, 3, выяснить, это вообще стоит моего времени или нет. Я вам сейчас этот фреймворк хочу дать. То есть единственная вещь, которая вам позволит пробраться через чаще рынка и понять то, что вы придумали, стоит каких-то денег или это стоит ноль. И вам, возможно, стоит пойти куда-то поработать, получить практический опыт, понять в какой-нибудь сфере проблемы и тогда, возможно, вы придумаете ту идею, которой стоит заниматься. Значит, проверка – это готовы ли люди именно заплатить деньги. Не говорят ли они, что готовы заплатить деньги. Не говорят ли они, какая замечательная идея. Не говорят ли они, да, мы обязательно будем этим пользоваться и так далее и тому подобное. Я очень много раз слышал, когда люди говорят, да-да-да, классно, классно, офигенно, мы этого хотели и так далее и тому подобное. Собственно, на этом этапе вам кажется, если вы смотрите на это как на какой-то сигнал, то это не сигнал. Это сигнал того, что человек не хочет вас обидеть, что он вот с вами сидит, общается, и он, возможно, как-то подсознательно предполагает, ну, наверное, он не идиот, наверное, что-то хорошее, может, я просто этот не до конца понимаю, ну, не буду обижать, в любом случае там, я не знаю, как это, ну, четко с психологической точки зрения, но люди вот постоянно будут в этой ситуации. Люди постоянно говорят, что они, на самом деле, очень плохо предвидят будущее. Это основная проблема потребителей, с которой мы будем сталкиваться. То есть они, возможно, думают, что да, они будут этим пользоваться, но вот этот вот перелом наступает в тот момент, когда ты высылаешь инвойство на человека. Говоришь, вот у тебя еще, допустим, ничего нет. Ну, ты говоришь, это будет там. Вот тебе там 50-процентная скидка, и мы вернем деньги, если не доставим. И он говорит тебе, знаешь, сейчас не лучшее время, мне надо закинуть деньги на карту, вот у нас это самая распространенная вещь, это еще одна причина, почему не стоит здесь ничего делать пока. Мне нужно посоветоваться с кем-то, я пока не готов, и прочее, прочее, прочее. То есть, и я не понимаю, почему у всех предпринимателей очень тяжело с этим, разделять bullshit, извините за такое слово, о которой люди говорят тебе, и понимать, когда они готовы за что-то платить, а когда они готовы. И с этим, ну, самая большая проблема, которую я вижу у нас. И проблему я еще вижу в том, что сами мы, вот в повседневной жизни, очень четко сами принимаем эти решения. Вот когда-нибудь задумайтесь о том, как вы принимаете какие-то решения о покупке. Ведь если вам сейчас позвонит на телефон, на мобильный, какой-нибудь человек, который начнет вам продавать, не знаю, туры в Вегас, вы уже подсознательно думаете, да не на чему мы не купим. Вы там максимум с ним поговорите, и вы сами знаете, как это происходит. Даже с теми же, если кто-то, есть люди, которые платят за какие-то онлайн-сервисы. Поднимите руки. Да есть. Окей, есть люди, которые отписывались от онлайн-сервисов. Подписались, а потом отписались. Вы знаете, что это решение не принимается в тот день, когда вы отписываетесь. Хотя все форумы спрашивают, а что вы решили отписаться в онлайн-сервисе? И вы пишите, да, вот сейчас нет на это, не нужно мне это сейчас. Или еще что-нибудь. Фишка в том, что решение о том, чтобы отписаться от сервиса, вы приняли, скорее всего, какое-то время назад, может быть месяц назад, может быть два месяца назад, когда поняли, что вы туда не заходили. Или то, что он как-то делает, для вас неудобно, и вы нашли какой-то другой способ решения этой проблемы. И сложность, с которой сталкивается предприниматель, это то, что очень сложно получить честный фидбэк. Я говорю вам, честность вы получите только тогда, когда на карту поставите деньги перед человеком. Если ты хочешь это, заплати за это деньги. Если он не платит, значит, он на самом деле это не хочет. Сколько бы он не пел песен о том, какой-то замечательный продукт, какая-то замечательная идея. И на самом деле в B2B сейчас еще доходит до того, что мы даже демо не делаем бесплатно. Если демо проводится, если компания не готова, если для нее это какая-то коррективность, и продукт потенциально стоит 15-30 тысяч долларов в год. То есть это серьезная инвестиция. И они не готовы заплатить 250 за демо, мы научим их, расскажем, как это работает, как это вписывается в процессы, то, скорее всего, они не готовы еще купить демо. Демо не имеется в виду работа, да? Нет, демо это имеется в виду, допустим, выехать в организацию, если это B2B, показать, как работает продукт, ответить на их вопросы и так далее. То есть все идет к тому, что правильнее работать именно так. Вы сразу отделяете те организации, которые действительно серьезно хотят как-то решить ту проблему, которую вы решаете. И сколько процентов этих компаний под рекомендуется? Это зависит от продукта, зависит от рынка. То есть это очень индивидуально. Собственно, зачем два. Оценка рынка, и как вы поняли, это уже, это больше не про просчет каких-то мифических миллионов людей, каких-то миллиардных, рынков. Это больше по просчет проблемы, ее стоимости, стоит ли она чего-то для людей, которые вы хотите. Ну и, в принципе, все это позволяет вам более-менее понять, складывается ли MVP или нет. Что я подразумеваю под этим? Если вы расчет сделаете более-менее грамотно, то есть под грамотно я подразумеваю, что он не будет точным, он не будет соответствовать действительности какой-либо, то, по крайней мере, вы поймете этот рынок большой или маленький и какие-то его параметры. И с большим и маленьким вы сразу поймете, с какими проблемами вы столкнетесь. Если вы посчитаете, ваш рынок будет очень большим. И на самом деле, допустим, даже вы не посчитаете, а найдете где-то цифры, допустим, вы делаете продукт в какую-то сферу, которая достаточно большая, то тут ваша проблема будет то, что, скорее всего, вам будет сложно получить трекшн. На рынке, на котором много взрослых продуктов, который сложился, вас никто не заметит. У вас должно быть какой-то очень сильный дифференциатор, который на самом деле, скорее всего, создаст свою нишу. Именно поэтому ваш рынок не будет где-то 20 миллиардов, он будет меньше, он будет удовлетворять потребности какого-то особого, особого сегмента компаний, а не всех вот этих, которые покупают CRM-систему, для примера. Если ваш рынок окажется небольшим по итогам подсчета, то, возможно, вы решите, что вообще этим не стоит заниматься, потому что вы хотите делать это не на свои деньги, и вы не хотите делать из этого просто бизнес, а вы хотите там какую-то венчурную историю. Хотя на самом деле, я считаю, что этот первый критерий, рынок мал, ну, только если он совсем уж мал, наверное, стоит не продолжать заниматься. А во всех остальных случаях, чаще всего, через год, через два, через три, у вас возникают какие-то идеи расширения, вы можете найти новый сегмент. Вам пример, пожалуйста, это Agmented Prixels. Это компания, которая работала в одном сегменте, была прибыльной, за счет этого смогла привлечь деньги, привлечь талантливых разработчиков и выйти в новый сегмент, расширив тот самый в свои возможности капитализации. Чем мы измеряем еще рынок? Мы можем измерять рынок в деньгах и можем измерять его в каких-то единицах, то есть это могут быть люди, можно посчитать, если вы не уверены в том, сколько они будут платить, какой конкретный чек, и можно посчитать это в каких-то единицах измерения, киловатт-часы, мегабайты прокаченные, в зависимости от того, за что вы чарджите. Пустим, продукт из-то офис мы и, естественно, я бы не говорил вам об этом как о параметре оценки рынка, если бы нам не заплатили деньги по такой схеме, если бы я не знал продавая, еще не имея прототипа, что у них есть бюджет на это, что эти бюджеты имеют приблизительно те размеры, на которые мы хотим чарджить, плюс-минус, больше-меньше. Соответственно, мои цифры они подтверждены были, то есть эти цифры подтверждены тем, что они а. платили за похожие вещи, б. готовы платить за похожие вещи и б. заплатили за наш продукт. то есть, что я хотел вам сказать, что оценка рынка это больше процесс творческий, чем какой-то точный последний. И она будет настолько точна и покажет вам то, сколько вы в это вложите и сколько вы хотите уделить этому времени. Я не считаю, что этому нужно уделять очень много времени в большинстве случаев. То есть, допустим, что касается из-то офиса, моя работа в этом плане была, мы до сих пор, допустим, не имеем цифры по нашу total available market. И меня она не интересует. И на самом деле инвесторова она тоже не интересует. И если вы столкнетесь когда-нибудь с инвестицией, вы поймете, что на самом деле их больше интересует показатели вашего роста. Прибыльны вы или нет. Если вы не прибыльны, то они будут выжидать время, чтобы вы были в более нуждающемся положении. Если вы... То есть, они будут на это смотреть. Им все равно, там 20 миллиардов у вас рынок или 10 миллиардов у вас total available market, который... Ну, везде в индустрии все знают, что это цифра слабо привлеженная к гранитсу. И... Значит, что я делал в висторгсе? Я валидировал проблемы. Проблемы, собственно, я валидировал, когда я поработал в отделе продаж, поработал в отделе маркетинга, поработал в менеджменте организации. То есть, я знал все, что происходит по процессам, которые меня интересовали со всех сторон. если я сталкиваюсь с ферой, в которую я не погрузился вот так вот, или у меня нет человека, который погрузился, я буду очень осторожен в плане того, хорошая эта идея или плохая. Я постараюсь, наверное, найти человека, который был очень хорошо погружен в процесс и имеет хорошие аналитические способности, чтобы отдавать себе в отчет о том, что происходят, проблемные места и в чем они заключаются. Если вы пытаетесь посмотреть на какой-то процесс снаружи, знаете, это как с теорией вероятности погрешность наблюдателя возникает. То есть, со стороны вам будет казаться, что вы понимаете и будете приходить в организацию и говорить «У вас вот эта проблема есть». Они будут говорить «Да, у нас есть эта проблема». И потом они будут начинать вы дадите им демо продукты, они начнут с ним работать, а потом через неделю вы им скажете «Ну, они будут недели говорить «Да, все классно, мы пользуемся, ладно?» Потом вы приходите и говорите «Давайте закладите». Ну, как-то нет. Вот так. И это сплошь и рядом. Поэтому процесс творческий, как к нему подходить, есть некая последовательность, которую я хочу порекомендовать. Это этап. Первое – вам нужно определить, где есть та проблема, которую вы решаете. Второе – готовы ли клиенты платить за решение. Это, я вам сказал, надо проверять, сколько инвойса живыми деньгами. Любые обещания заплатить, любые сделать еще что-то, и мы заплатим, это не дем. и нужно попытаться составить описание клиента, то есть вот эти люди, которые вам заплатили, кто они, это люди или это организации, какие-то части организации, какая-то деятельность. Допустим, в моем случае это были описания клиента, достаточно просто, это компания-зостройщики определенного размера, продающие какое-то количество квартир в год. И сначала я думал, что это рынок СНГ, потому что только о нем знал, но уже я смог провалютировать рынок Канады, рынок Вьетнама, и практически я понял, что здесь деньги продаются по уходу. Везде там работают по похожей схеме, как у нас, то есть те нюансы, которые там есть, мы научились проводить. Если получите рынок меньше 5 миллионов долларов, возможно, для вас это будет нормальная цепь, и на самом деле я говорил, неплохо начинать что-то, что не исчисляется миллиардом. Скорее всего, у вас возникнут какие-то новые идеи по ходу дела. Но для инвесторов это может показаться малым, поэтому просто вам цифра, которую вы должны знать, что инвестор смотрит на проекты, которые в 5-летней перспективе зарабатывают 20 до 100 миллионов долларов. Можны меньше инвестиции не работают таким образом, что на вложенные деньги инвестор должен получать 20-ти кратный возврат. Потому что у них очень большая вероятность потери денег, поэтому они таким образом сводят баланс. размер рынка это средний чек умножить на количество потребителей. Вот в самом простом. А, времени достаточно. Это может быть 0,5% рынка стоимостью 10 миллиардов. И скорее всего, если вы посчитаете такое, и кому-то расскажете, то вам скажут, что рынок будет, скорее всего, очень широко, ваш рынок не соответствует действительности. Чаще, как пример, вам на статап хэштесте в прошлом была девушка, которая рассказывала про идею свадебных в сайтах, и она по-моему посчитала полностью, что все свадебные пары, все свадебные которые происходят в год, закажут эту услугу и купят. Где ее ошибка? ее ошибка в том, что продукт такой, как у нее, покупает какой-то узкий процент людей. И в основном этот продукт продается на Западе, ну, как я и рассказывал, где есть проблемы, какая-то на Западе он решает проблему подарков женщине невесте, которые, чтобы они не повторялись, как делать женщине невеста. Они на Западе идут, таргет видят какой-нибудь большой супермаркет и дикой на вещах, который нравится. Вот хотим такую красную вазу, хотим такую-то штуку. Этот список формируется, там есть для нас система для этого, и они этот список вешают на сайт. Когда люди заходят на сайт этой свадьбы, они выбирают, что они сразу покупают на Амазоне, и второй человек не подарит то же самое. Вот проблема, за которую принято место, которое надо закладить 50-100 долларов и сделать это сайт на свадьбе. так как у нас другие традиции дарения, у нас нет информационных систем, у нас нет секураторов, где бы ты мог сделать список для свадьбы. Я не помню даже, как это называется. Соответственно, считать, что все свадебные пары купят это, это обманывать себя. и то, что им надо было сделать, немножко покопаться где-то продается, почему рынок продукта просто свадебный сайт вот такой. Рынок продукта свадебный сайт интеграции с Амазоном с этими штуками вот такой и находится в штат. То есть вы понимаете, убрали какой-то элемент из продукта и все, это уже другой рынок, это уже не весь рынок свадебный парк, все придут и запишутся в очередь в этом сайте. Соответственно, рынок и ее определен очень широко. Второй вариант 50 миллионов это 5% рынка стоимостью миллиард. Для инвестора это уже будет выглядеть как-то более ленингалистично. Если вы посчитаете, что у вас рынок маленький и подумаете, а, мы займем у нас идеальный продукт, мы займем 50-75% рынка, скорее всего ваш очень оптимистично в плане рынка. И когда у вас будет какой-то опыт ведения компании, вы поймете, что они не растут так быстро. И на самом деле реалистично за несколько лет занять 10-25% рынка даже с очень точным попаданием. потому что расти сложно. Естественно, если это не B2C. Я сейчас больше говорю про B2B, потому что мне этот рынок лучше. Какие основные ошибки? Как я уже говорил, это когда вам кажется, что ваш рынок очень огромный. И вот если вы посмотрите большинство презентаций, где есть слайд с рынком, то человек считает, что он же не будет заниматься чем попало. Правильно? Я уж не хочу, чтобы другие думали, чем заниматься. Он говорит, что-то серьезное на 50 миллиардов. Так или других проектов практически нет. У каждого 50 миллиардов, 100 миллиардов, даже меньше уже. Соответственно, рынок отцелил очень широко и в принципе я другого не встречал. Рынок отцелил очень широко и очень очень широко. Вот это то, что я встречал у нас. Потому что нет процесса, люди мне объясняют, что рынок это не какая-то эфемерная штука, это то, что тебе готовы платить или платят сейчас за что-то похожее. И я не видел еще человека, оценил свою идею предпринимательскую и рынок не дать самому. Серьезно. Скорее всего, да. Посмотрите на цифру, которая у вас получилась и попробуйте пересчитать. и в сторону уменьшения. Как вообще делается это? Есть два подхода остальных. Сверху-вниз и снизу-вверх. Top-down analysis and bottom-up. В чем суть этот подход? При подходе топ-down у нас есть некая большая цифра по всему миру, по всем соответствующим ниши. Но, опять же, вы должны четко смотреть нишу, которая существует а не которую вы придумали. Если вы придумали нишу, то, скорее всего, этот подход вам не подойдет. Вторая цифра, которую вы хотите получить, там это самый большой труд. Представляем себе так. Есть сам serviceable available market. Это то, что внутри этого дома. И это то, что вы можете обслужить основываясь на тех каналах, которые у вас есть. И используйте это определение, потому что есть много разных определений, для того, чтобы понять и правильно его оценить. Скорее всего, если вы только начнете чем-то заниматься, у вас каналы будут очень маленькие, практически нулевые. Соответственно, вот этот serviceable available market это то, что вы можете в ближайшее время обслужить. То есть это позволяет технологический стэк. То банально, если у вас приложение веб-сервис, который требует наличия для того, чтобы обслужить какой-то часть рынка мобильного компонента мобильного приложения, которое будет с ним работать, то вы не можете обслужить, пока у вас есть только веб-сервис и сужаете до тех людей, которые будут пользоваться этим без мобильного клиента. И как вы можете до них добраться? Потому что просто наличие сайта недостаточно, если это B2B, нужно понять, как вы будете сами везти, будете находить людей, которые будут есть, будете ищут продукт, которые вы делаете, как-то они будут заходить, обязательно измерить. И вот этот рынок будет существенно хуже. Третья часть это намного проще сервиса Google Market это привестичная доля, которую вы можете занять. В течение года, в течение двух, седьминь лет, в принципе резонно определяется в течение года, потому что все, что дальше неизвестно, как пойдет продукт, как динамика рынка. Второй подход на примере. Значит, у нас компания застройщика всего мира, который мы даже не считали. И мы посчитали только грубую цифру, сколько квартир они продают, потому что мы знаем, что это наш прайсинг зависит. Сервис Google Market у нас рынок Вьетнам, Сингапур, вот этот вот, так называемый Южная Азия, потому что у нас там есть сеть знакомств, через которую мы проводим презентации в компании застройщиках и мы имеем выходы на топ-10 компаний Вьетнама и все остальные. Я еще могу добавить туда Украину, потому что я знаю всех через нескольких людей я знаю всех компаний и потенциально какие-то оттуда возможно выход на Польшу и так далее. Вот это я добавляю в сервисы Google Available Market, которые мы можем обслужить. В самом деле наш пример возможно вам будет не очень показателен, но давайте расскажем про Uber. Uber Total Google Market это будут транзакции с поездки на такси умноженные на коэффициентах комиссий, потому что если вы посчитаете стоимость всей поездки, то это не будет потенциально такой компанией. Они взимают комиссию, это очень важный момент понять вы продаете что-то полностью или вы где-то встраиваетесь партнера и получаете как будто отчет. В сервисе Google Available Market будут где города, в которых они открыты и будут открываться, готовы запустить, потому что они не запускают город просто отдельно открыть и грейц. Нет, им нужно подготовить почву и подготовить выход какой-то обтеннable маркет собственно доля которую они заполучили или хотят получить. Сейчас у них уже есть история какая-то они могут сказать контентные цифры показатели. На какой-то момент они могли сделать projection более-менее реалистичной. Это все более творческий вопрос, подход, чем какой-то акт. Как они начали с презентации с процессом? Кто амтоник лучше начинает сделать какие-то новые кузей? Сайт отпустит, ездить, звонить, пока вообще начало отрицать. Если тебя ничего нет, ты есть, тебе нужно как-то начать находить связь. и Если ничего нет, вопрос откуда у тебя власть идеи. Но если ты ее где-то нашел, скорее всего ты уже знаешь, тебе надо начать там, где ты ее нашел. Я, допустим, ее нашел в работе. Кубер это идея в таком-то общем понимании людей о том, что на этом рынке всегда существовали какие-то ну, на самом деле уже на чем работают. На Западе в основном была как таксокомпания, она владеет таксопарком и это очень дорого, то есть нужно купить автомобиль, обучить водителей и потом пусть идти по работе. Их идея была в том, что упростить это на самом деле, то, что они сделали там у нас в принципе давно само собой произошло с ними уже службами такси, которые у нас не владеют таксопарком. Это просто я не знаю сколько в этой теме, но есть некий сервис почка, так называемый, который регулирует заказы на такси, но он уже зачастую в Украине лет пять, Харьков в Киевской оберегает в новом фронт, Харьков так очень сервис 40. В таком времени не знаю, но в общем суд в чем, что они объединяют заказы, а кто владеет клиентом, кто владеет заказом, в принципе, очень хорошие положения всегда. и если вы посмотрите эти примеры, их много, допустим, те же супермаркеты, они тоже владеют заказом, люди к ним приходят, покупают, соответственно, они могут что делать? Делать даже сеть АТБ, они сейчас заменяют уже давно, особенно если вы захотите запускать какие-то маркетплейсы, где нужно привлекать сразу для аудитории. Я знаю, что Uber на конференциях технологических и прочих предоставлял услугу, предоставлял бесплатные поездки для людей. Соответственно, так как эти люди, которые участвовали в конференциях были достаточно активны, они подсаживались на сервис, они заводили уже туда свою карточку банковскую и получали первый опыт и плюс становились как должниками, компании, потому что раз уж они что-то получили, скорее всего один раз, два раза не проведут, потому что они получили что-то бесплатное. Соответственно, ну вот это вот хороший момент, который тоже больше стратегиям запуска. Я бы не сказал, что вализация рынка такси очень простая. Ты знаешь, что у тебя есть такое-то количество водителей такси, ты знаешь, что такое-то количество заказываний получают от каких-то провайдеров, ты знаешь, что эти провайдеры берут там десять разами. И на самом деле я сейчас покажу, это расчет сверху вниз, вот у меня есть пример для такси. вот мы знаем допустим водитель такси, ну это для штатов возможно расчет будет зарабатывать пять тысяч евро, скорее всего евро. 20% заказов этот сервис планирует обеспечивать для них, исходя из своих предположений, за 10% комиссии, то есть они выходят на 100 долларов, у них есть пятьдесят пятьсот пятьдесят тысяч водителей в странах и городах и не собираются запускаться. Соответственно, если они занимают 10% долю рынка, за год их рынок, который они таргетят, это 66 миллионов. То есть расчет простой, понятный, в нем нет очевидных ошибок. Единственное, я бы поставил под сомнение вопрос того, что они обеспечат 20%, но возможно у них есть какой-то технологический ноу-хау или какая-то ноу-хау запуска, ноу-хау гроус-хакинга, который позволяет за эту цифру поручиться. Возможно у них есть история запуска в других уже городах, я не знаю конкретно откуда этот пример, я просто его нашел, к какой компании относится. Возможно у них есть история, где они с запуска проделав определенные действия получают, обеспечивают водителям 20% заказа. Собственно расчет снизу вверх это когда вы берете окей нам заплатил клиент столько-то, мы знаем что таких клиентов столько-то и естественно вы идете снизу вверх и рассчитываете общую размеры. Для этого вам нужно чтобы клиент заплатил и вам нужно чтобы этот клиент был понятен чтобы его можно было сегментировать что ага это вот такие вот организации это вот такие вот люди с такими-то проблемами. На самом деле всегда оценка рынка у вас пляшет от продукта а продукт в свою очередь пляшет от проблем соответственно проблемой ваш рынок ограничивается. У вас не может быть рынок больше чем проблема которую вы решаете и то есть люди могут покупать потому что им не нужны будут какие-то случайные продажи но то есть это не будет системной характерной и собственно в заключение хотел вам несколько таких забавных историй рассказать которые немножко расширят вас кругозов в плане я уже очень долго разговариваю сложно расценять я понимаю что сам не люблю длинные презентации стараюсь 15 минут не больше меня попросили вам чуть больше рассказать значит есть абсолютно дикие на мой взгляд рыночные ниши которые кажутся абсурдными но тем не менее они работают вносим людям кучу денег и это заставит вас понять о том что надо решать проблемы а не придумывать какой-то продукт у себя из головы пару таких диких рыночных ниш просто для расширения кругозора есть это Женина история это не моя история у Жени есть знакомый который зарабатывает кучу денег миллионная компания на журнале для гейминболюдов да значит серьезно выглядит смешно да и мы бы допустим не собирали заниматься но если вы так подумаете то наверное эти люди через с помощью этого журнала с помощью в частности раздела письма читателей и прочее находят знакомство находят знакомство в своей узкотаргетированной сфере им сложно допустим пойти куда-нибудь в клуб где-то с кем-то познакомиться и для них это реально классное решение их проблемы и они платят за это деньги и у него миллионная компания а выделать календарей которые никого не ждут это журнал просто то есть они подписаны они подписывают подписку не получают я предполагаю что основная продающая тема этого журнала это раздел письма читателей друг друга знаком но это мое вот такой вид со стороны хотя я разумеется не имею опыта и вторая дикая недавно узнал это человек у человека есть несколько порталов на которых он продает заклинания какие-то обряды и прочее прочее то есть это выглядит следующее то есть ты хочешь на сайт расписываться про верим про прочее прочее вещь которую если провести исследование если капнуть в статистику яндекса или гугл по словам оказывается дофига людей верят то есть не исходите из того что все люди умные и скорее всего они абсолютно не такие как вы которые делают продукты и прочее и значит у него эти сайты процесс такой человек заходит жмёт там купить закрепление говорят пришли нам пару волос там еще там чего-нибудь и там на e-mail он присылает или на почту присылает какой-то камень который он думает что что-то для него сделать но это тоже успешный бизнес это обман но люди сами покупают я думаю возврат сделать достаточно охотно но люди которые верят какие-то естественные вещи я думаю они не захотят делать возврат чтобы просто что-то не случилось может быть и нам сглазили и прочее а придумать я просто вам о том что а рынок не такой как вам кажется б решайте реальные проблемы вот собственно что я хотел чтобы вы вынесли проблемы за которые люди готовы не делайте пожалуйста портал заказать заклинание нет я ни в коем случае вас к этому не подалкиваю ну надо что-то сделать хорошее одежды мне кажется надо делать какие-то вещи которые действительно поменяют для кого-то жизнь в первую очередь для вас позволяет много зарабатывать на том что вы делаете и это очень классно какой-то продукт мне кажется продуктовый бизнес намного интереснее чем какой-то сервисный бизнес вот